Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Вот и подходит к концу май. Месяц, завершающий весну и открывающий двери в лето. Месяц красивейших цветов и благоуханий. Ландыши, сирень, одуванчики, каких только прелестей не дарит нам май, я обожаю аромат ландышей. Все люблю, но ландыши вне конкуренции. А сколько очаровательных травинок, былинок, сухостоев можно найти в мае и полюбоваться этой невероятной красотой. И даже принести кусочек домой, чтобы продлить это очарование. Мой май был неприлично результативен в рукодельном плане. И мне это очень-очень нравится. Помните мою серо-голубую пряжу? Именно на нее указывает небушка. Я начала его еще аж в январе, по-моему. Я не помню. Ссылку на видео оставлю. Какая разница, когда начала вязать. Главное, когда начала форсить. Так что в мае я закончила свою серую дымку. Нежную прелесть. И пусть я пока не выгулила это платье с сапогами, под которые я вязала. Пораньше надо было его закончить. Это не важно. Носила я это платье всего несколько раз по сравнению с другими вязанными изделиями. А комплиментов словила неизмеримо больше. Мне нравится эта вещичка. Светлая зелень. Вся в одуванчиках, в одуванчиках, в одуванчиках. Напоминала мне. Лето в разгаре. Скоро будет полухлопковый джемпер. Танечка, заканчивай. Это я о белом. Я не просто его закончила. Я даже форсанула в его первозданном виде. А потом решила, что длина-то у меня как-то не к душе. И, изменив длину, форсанула уже в укороченном виде. Я ношу его, если не каждый день, то через день. Сейчас погода больше прохладная, чем теплая у нас. В конце мая прям даже заморозки передают ближе к ночи. Но днем разогревается. Но не настолько, чтобы прям уж совсем раздеться, как летом. Поэтому этот джемпер был связан очень вовремя. И он меня выручает, выручает. Вот этот серенький заборчик. Временами с отвалившейся старой корой. Выбеленный на солнце. Местами с еще существующей корой. Создает меланж, микс, рябь, как угодно. А с чем у нас ассоциируется серый меланж? Конечно, с кардиганом. Кардиган для сына. Это еще одна моя майская победа. Начала я прям в конце, в конце апреля вязать. В общем, это довольно-таки такая быстро связанная модель. Уже отправленная сыну. И с удовольствием выгуливаемая им в те дни, когда прохладно. Вот эта дорога, которая напоминает секционно окрашенную пряжу, плавно переводит нас в процессы. Из секционно окрашенной пряжи у меня сейчас на спицах один процесс. Это мой тоже полухлопковый джемпер. Я займусь им в июне чуть позже. Мои идеи роятся во голове, тесняться, перебивая друг друга. Моя задача прекрасная, хоть и сложная, остановиться на одной и воплотить ее в жизнь. Также в июне я возьмусь за новый процесс и к нему ведет дорожка. Видите, куда она ведет? Вот к этому темному лесочку. Правильно, в самую лесную чащу. Именно так будет называться мой новый джемперок. Который тоже сейчас, если уж честным-то быть, в процессе. Но сейчас я из корзиночки этот процесс вытащила и оставила исключительно. Если мы так корзиночку поставим и поднимем камеру чуть выше, чтобы цветочки были видны. Гамма красивая, чумовая. Цветовая гамма просто чумовая. Так, иди-ка на место, а то здесь... Какая-то проплешина организовалась. Вот так вот. Подожди, подожди, съемки же. Все живут своей жизнью. Ручки, корзинки. Вот так. Все, чуть-чуть, капельку. Значит, сверху здесь лежит еще процесс, который я убрала. Ибо, ибо поет мне этот процесс песенку, всем хорошо известный в вязальном мире. Вяжем, 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 распускаем. Но зато у меня есть даже название к будущему видео. Типа что-то там блуждаю по лесной... По лесным тропам, наверное. Все расскажу. Этот процесс по модели для меня вроде как... Давно когда-то я вязала, а может быть и нет. Но вы знаете, я сейчас собираю кусочки. Я их как-нибудь... Когда выйду на финишную прямую. Пока я блуждаю, пока еще не знаю, выхожу, не выхожу. Я даже ничего говорить не буду. Как только выйду на финишную прямую, я обязательно покажу об этом процессе. Но то, что он у меня уже в работе, это факт. Так что майская картинка... Да? Идем-ка сюда, красавец, хоть один. Майская картинка Полностью соответствует. Посмотрите, какая красота. Вот этот темный лесок. Все по теме, все по делу. Ну и если уж мы заговорили о процессах, есть у меня еще один, который вяжется из пряжи Ярн Арт Ангора Стар. Этот процесс я прошу считать замороженным. Я вообще хотела его снять со спиц и убрать, но этого пока делать не буду. Я возьмусь за него, наверное, во второй половине лета. Это мужской шарф. Я его уже показывала, когда говорила о своих впечатлениях о работе с кубическими спицами. Первыми спицами в моей жизни. Кубическими, я имею в виду. Но потом решила, что должен быть такой процесс, где ничего считать не надо, где просто все идет своим чередом. Поэтому я не буду его замораживать. Но он у меня такой, знаете, процесс из будущего. Это вообще есть у кого-нибудь? Нет? Не процесс долгостройни в коем случае. Мне понравилась работа на кубических спицах. Мне понравилось, какой получается шарфик. И я хочу просто-напросто вязать его, может быть, раз в недельку, когда вот просто что-то хочется... Даже не знаю, объяснить любая вязальщица поймет. Без расчетов, без... Причем как рядов, так и петель. Вот просто как песню попеть, когда есть несколько минуточек и очень нерезонно вытаскивать что-то сложное. А вот так, оп, пару-тройку рядочков здесь прибавится. То есть это процесс, который я обязательно завершу, потому что тот человек, которым я вяжу, в восторге от того, что получается. Мужской шарфик. А теперь внимание. Почему этот процесс из будущего? Начну я его вязать в конце лета. Уже прямо так вот начну. Может быть, к тому времени у меня останется только сантиметров 5 связать. Не важно. Но этот процесс я начну вязать в конце лета. Да, вот так еще у меня бывает. А что? Ну и если мы уж начали говорить о кубических спицах, то, наверное, я скажу еще о том, ну, они просто у меня уже ассоциативно связаны, о сотрудничестве с новым магазином. Именно в мае я получила предложение по сотрудничеству с магазином Ярнхаус, дом пряжи, что я с удовольствием сделала. Есть ролик на эту тему. Именно оттуда мои первые спицы. И если эти сейчас, значит, вяжут шарфик, ну, не вяжут, а будут вязать в конце лета, то на кубических носочных спицах я связала две пары. Вот они, носочки перед вами. Супер Вош обожаю. Я вот чем больше работаю с Супер Вош, тем больше ее обожаю. На тонких спицах получаются классные носки. Я понимаю, может быть, не сезон, но я вяжу носки круглосуточно. И я хочу сказать, что вот не погнулись у меня спицы. Наверное, мне повезло. Не погнулись. Две пары уже связаны. Я буду продолжать вязать и с тонкой пряжей, именно этими спицами, и с толстой пряжей, конечно, другими. И вот, значит, меньше моточка уходит на носки. Одни я уже показывала. Это которые вот резиночку 2х2 имеют здесь. И резиночку 2х2 имеют здесь. Чтобы они каким-то образом отличались друг от друга, у другой пары я почему-то здесь тормознула, ну, как тормознула, тоже резиночку 2х2. А здесь я сделала резиночку немножко другую, 3х2. Они как-то будут немножко отличаться друг от друга, чтобы вроде пара. Если вязать плотно, если еще там в пятку или куда-то вводить, я просто вот хбшную ниточку здесь ввожу. Носки шикарные получаются. Мне нравятся. Тонкие и, да, их может быть долго вязать. Мне кто-то говорил, что надо резинку продолжать. Это как вариант. Я не спорю. То есть, здесь прям продолжать резинку, чтобы она переходила. Я и так носочки вяжу. Но это ведь самая широкая часть ноги, когда мы вот уже наряжаемся в носочки. Поэтому пусть здесь нога чувствует себя прекрасно. А здесь, чтобы не было расхлябанности, я делаю резинку, о которой немножко потом забываю, когда выхожу на мысок. Это как вариант. А, конечно, кто нам мешает... У меня это ассоциируется с мужскими носочками. Вот. А женские я, как правило, вяжу... Нет, никто не мешает, конечно, женщинам носить резиночку. Прямо как начала, так она и идет. Типа, чтобы пузыря не было. Это не пузырь. Это же все разойдется. Просто это как раз самая широкая часть ноги. Я ее как-то оставила. Это, в общем, как вариант модели. Вот две пары у меня уже готовы. Я все к зиме готовлюсь. Кто к чему. Я люблю так не спеша, все такое прочее, вязать. Пряжа у меня осталась от платья кардигана. И у меня еще пряжа осталась. Так что еще мы встретимся. То ли шапочку свежую мужскую, то ли вот... Носки еще не знаю. Ну вот, в мае познакомилась с новым магазином. И это классно. Ну, новые друзья, это хорошо. Однако старый друг лучше новых двух. И мое сотрудничество с миром вышивки по-прежнему доставляет мне огромное удовольствие. Майская посылка, это не просто посылка. Это исполнение моей мечты. Прикоснуться к чему-то, связанному с кашемиром, я очень-очень давно хотела. И вот свою мечту исполнила. Заказала себе пряжу. С которым мы тоже обязательно встретимся. И уж говоря о мире вышивки, где не только пряжа, я хочу сказать, показать, как продвигается мой процесс от Dimensions. В мае тоже были продвижения. Продвижения неплохие. Я за поем как-то села три утра подряд и эти продвижения, значит, себе устроила. А потом все. А потом вязание сказала Татьяна. Никак во мне не могут ужиться поровну вязание и вышивка. Но это не важно. Меня устраивает все, как устраивает. Те, кто не вышивает, может быть сейчас скажут, Татьяна, что ж так мятенько-то, да, погладить бы. Те, кто вышивает, прекрасно знают, что не надо гладить работу, пока она не завершена. У нормальных рукодельниц это на пяльцах, на куснабах. У меня все на руках вышивается. Поэтому поймите правильно, все эти вот загибы и вмятинки я, конечно, могла бы сейчас прогладить, показать. Но это не делается в процессе, иначе потом все это будет очень трудно отстирать. Это потом все будет на конечный результат не лучшим образом отражаться на результате. Поэтому я показываю в процессе вот таким образом. Кто вышивает, вот посмотрит и скажет, Татьяна, тут осталось-то, да, вот посветить, я не знаю, или один полноценный выходной, или пару вечеров. Я все понимаю, но главное прикрыл. Видите, я что этим листочком-то прикрыла? Мне когда ниточки остаются, я еще не знаю, встретятся они или нет. Иногда кажется, о, ниточка закончилась. Потом бах, какая-нибудь одиночная какой-нибудь крестик, полукрестик откуда-то всплывает. И я так-то я все возвращаю на, как это сказать, органайзер, палетку, не знаю, как это правильно назвать. Я вообще в терминах не сильно. А вот огрызочки сантиметров в 12 я все сюда в это самое втыкаю. Я так культурно прикрыла, типа у меня здесь все нет, все хорошо, все замечательно. Вот. Я не тороплюсь. Надо все делать по вдохновению. Когда закончится, тогда и закончится. Потому что смотреть на работу и понимать, что как я вышивала с последних сил до прям до какого-то отвращения, я не хочу. Я хочу смотреть на работу и понимать. Я смотрю, и вот 4 что ли прекрасных майских праздничных утра я повышивала. И когда с таким настроением вышиваешь, что даже за одно утро работнешь в 4 раза больше, чем как-то, когда себя пересиливаешь через не хочу. Вот такая у меня вышивка продвижений на лицо. Ну и конечно, ну и безусловно, месяц май запомнится мне навсегда с событием, которое Алло, здравствуйте, здравствуйте. По поводу заказа, курьер. Вам удобно получить в течение часа? Удобно. Вот вроде простая кнопочка, да? А тем не менее. Вы знаете, я все, все, что могла, сказала в ролике. Повторяться я не буду. Просто говорю, как событие мая, как рукодельное событие мая. И не случайно я положила эту кнопочку на две салфеточки. Именно в мае мне мама связала много-много салфеточек, причем однотонных, как я люблю. Спасибо, мамочка. Видите, лежит серебряная кнопка на серебряной салфеточке, как подметил мой добрый зритель. А стремится моя кнопочка вот к такому цвету. Ну и амбиции у тебя, Татьяна. Вы знаете, только ставя цели, которые, с одной стороны, кажутся недостижимыми, да, до золотой кнопки очень далеко. можно чего-то добиться. Поставь я цель, я не знаю, сто тысяч подписчиков есть, сто одну, вот моя цель, сто одну. Ну, бросьте вы. Цели ставить надо именно те, которые и, я не знаю, помогут, слово заставить не хочу, помогут этим колесам творчества, колесам идей, колесам вот это, понимаете, которые закрутят в тебе те потенциалы, тот потенциал, те ресурсы, необходимые для достижения этой цели. поэтому вперед. Безусловно, я понимаю, что это долгий путь, но он интересный, он интересный, а это самое главное. ну, а на пути к достижению этой цели у нас годы и, если брать ближайшую задачу, минимум, да, то месяц июнь. Вот о нем-то и хочется поговорить. Конечно, думки, думки на июнь, это всего лишь думки. ой, какие фотографии, я не могу, я вот так люблю качественные фотографии, я так хочу качественную тело, вообще, это что-то, в прошлой жизни я точно была фотографом, хоть и говорят, что немцам, потому что я пунктуальная, старичком-лесовичком, потому что я люблю лес, в том числе еще и фотографом, я всеми была. Стокгольм архипелаг, да, вы знаете, когда-то давным-давно, это прям как судьба, календарь мне прислала Ирочка Бранд из Швеции, и мы его уже традиционно листаем, не первый год. Давным-давно в школе я готовила доклад про Стокгольм, что помню, помню, что расположен он на более чем десяти островах, помню, больше десяти, меньше пятнадцати, сейчас даже врать не буду, которые составляют архипелаг в Балтийском море, что столицу Швеции называют городом-сказкой, и что нужно уметь это все рассмотреть, потому что не принято как-то кичить совсем сразу, а вот у кого глаз намет, он кто любит вот видеть, читать межстрочек, видеть межпредметов, увидит очень много интересного. воспоминания на меня прям нахлынули. Итак, давайте прочтем эту страницу. Что она нам говорит? Она нам знаки, надо везде смотреть знаки, видите, это я про кнопочку-то, полный вперед, Танюха, три, это три года, через три года я получу золотую кнопку, нет, мы не будем, главное, вот знак, полный вперед, это раз, ой, тихо-тихо, что-то я разволновалась. Процессы. Как ни крути, зелень здесь есть, видите, от этого цвета никуда не уйти, все-таки покажу я вам свою лесную чащу. То камушек, то водичка, то камушек, то водичка, говорит о том, что, все правильно говорит, то вяжу, то распускаю, то вяжу, то распускаю, вот так и есть, уже, вот уже так и есть. Если посмотреть внимательно, мы можем увидеть маленький камушек, большой и очень большой. Это говорит о том, что, возможно, я свяжу или начну, начать ведь тоже к результатам этого месяца будет что-то не только большое, но большое я уже начала для себя, красавицы, но и маленькое. Да, я хочу, вы знаете, я сейчас только рассуждаю, если я говорю, что хочу начать, это не значит, что я начну и тем более свяжу. Совсем недавно, совсем недавно, я как-то посвятила полдня тому, что разбирала в шкафах и вещи, которые не ношу, убирала. Всегда, когда я убираю какую-то вещь, если на ней пуговички, там, фурнитура какая-то, я всегда это все отрезаю, убираю. Во-первых, вот у меня вместо лампаса на одних брюках был пришито прям сверху дониза, на одной стороне асимметрия. Они где-то мелькали. Найду видео, вставлю эти штаны. Вот, я пришила по одной стороне, прям вот так снизу вверх, пуговицы, их куча могучая, даже не все принесла. И посмотрите, как они здорово подойдут вот к такой натуральной расцветке, да, что-то такое бежевое, льняное. Вот эти пуговицы, они очень-очень подойдут. где-то я их пристрою, ближе к зиме обязательно. Ну, еще оторвала я, для чего все это рассказываю, сейчас мы дойдем, я долго-долго иду. Всякие фурнитурки, эти вещи мне не нравятся, это я подарю. Есть у меня любительность сокровища, маленькая, что-то все в шкатулку собирает, все вот эти камни, бриллианты я ей отдам, пусть собирает. А я еще, значит, какие-то старые, пристарые, уже вышедшие из моего обихода с течением времени бриджи. Вы знаете, откуда я их... Я почему сейчас шуршу? У меня вот тут они уже... Я уже взяла и все я уже положила по делу. Так, спасибо, пуговички. Теперь цыганчик с выходом у других. Это я все к маленькому изделию, ведь иду. Иду. Вот, значит, я у бриджиков своих, 100-летних, убрала пуговички. И как только я их взяла в руку, если вот эти я поняла, что я их куда-то... Что же за фокусировка? Значит, если эти я понимала, что я куда-то точно, они подойдут, я люблю такие детские вещи, бежевые, и вот с такими вещами, то эти пуговицы не куда-то, а сразу у меня всплыло, опять же, подарок от Ирочки Бранд, вот эта пряжа. Почему третий моток не показываешь, Таня? А тут песенка вяжем, распускаем, вяжем, распускаем. Так, значит, посмотрите, как подходят эти пуговки. То есть, они вроде как бы белые, поддерживают вот этот цвет, но так как они в себе содержат какие-то белые рисунки на прозрачном белом фоне, они отлично подойдут, во всяком случае, я пока так вижу, завтра я, возможно, проснусь. Другой истории, так как будет сочетание этих пряж, будет очень-очень неплохо, на мой взгляд. Одна пуговица, вот так я так могу положить, а потом швырять, одна пуговица, это были все на кармашках, мелочи, а это было на поясе, чуть побольше, чем все остальные, и это тоже можно использовать на детской одежке вообще все что угодно, можно использовать, как я пока еще не знаю, но то, что будоражит мое сознание, какая-то черная кнопочка, эта пуговица нам не нужна, будоражит мое сознание, в общем, эти пуговицы заставили меня сразу встать, еще не доделав дело до конца, я встала, пошла, нашла мешочек, еще в упаковке Ирины, Ирочки Бранд, и туда эти пуговицы высыпала, то есть, все, я заложила для будущего изделия что-то, возможно, уйдет только одна пуговичка, это так, так, тихо-тихо-тихо, это я просто положила, в общем, рисуется у меня детская кофточка, все это я вынашиваю, а потом созреваю, но сам факт, что у меня эти пуговички, это пряжа, встретились и живут в одном домике, говорит о том, что шарики ролики мои заработали, ну, а еще мне почему-то кажется, что такая шикарная во всех отношениях и смыслах фотография как-то шепчет, нет, не обязывает, неправильно, шепчет, подстрекает, подначивает начать процесс не менее шикарный, есть у меня думки, ой, какая прям хорошая обложка, уложила я свое сокровище в коробочку из-под, не важно из-под чего, и какая красота получилась, слушайте, я не знаю, начну я в июне или нет, но обложечку для своего, в общем, или в июне, или в июле, потому что именно на август и на сентябрь мне и нужно это изделие, вы правы, кто писал, Таня, после просмотра ролика, на который я оставлю ссылку, не надо никаких шапочек и шарфиков, вяжите плечевое изделие, вы правы, я свяжу себе что-то очень коротенькое, и рукава короткие, и кофточка, это такая, знаете, ну, между болеро и коротким жакетом, ближе ко второму, в общем, если эту идею еще донесу до логического воплощения, покажу, но то, что правильно, вы добрый зритель, самый мудрый зритель, размениваться не будем ни на что, будем вязать что-то серьезненькое, миленькое, прекрасненькое, шикарненькое, ну, а мне осталось пожелать всем-всем прекрасных летних денечков, пусть солнышко греет, а не перегревает, пусть рождаются думки, пусть они воплощаются, пусть не опускаются руки, если идет что-то не так, это всего лишь возможность завернуть на другую тропочку, радости, гармонии и всего самого прекрасного тебе, мой добрый зритель. До новых встреч, а они обязательно будут! минут.